На карте видны все семь бастионов крепости, ров, который проходил вдоль нынешней улицы Ленина, кузницы, лазареты, артиллерийские погреба и прочие постройки. Крепость заложили итальянские купцы. В XVIII веке ее захватили и отстроили турки, чтобы укрепить свои позиции на побережье вблизи Кавказских гор. Русские войска штурмовали ее шесть раз, и только в результате последнего похода, в 1828 году, она понавсегда отошла к России. Тогда топографы и составили эту карту. Это, получается, первая карта, именно составленная топографами военного ведомства после включения Анапы в состав Российской империи. Карта, конечно, грешит некоторыми неточностями. Существуют более точные карты, это, допустим, 1812 год, но при последнем штурме Анапы в 1828 году эти неточности были выявлены. Ну, также еще до штурма в ходе агентурной работы. Сейчас от крепости остались одни ворота. Они названы русскими в честь освобождения Анапы от турецкого ига. Отсюда крепостная стена протянулась на три с лишним километра, а в высоту она достигала 8 метров. Теперь уцелевшие фрагменты крепости превратили в памятник османской военной архитектуры XVIII века. Это одна из главных достопримечательностей курорта. И вот любопытно, именно хаотичное расположение улиц, уже наличие садов и красным цветом обозначены дома, которые по существующей в это время системе условных обозначений, это дома, которые, судя по всему, были каменные, долговременные постройки, способные выдержать оборону. В долине реки Суко существовала верфь, причем существовала она как минимум до конца 40-х годов XIX века. В 1847 году последнее о ней упоминание. Но верфь была, строили, конечно, не на благо России, а строили контрабандные суды для секретной торговли с Османской империей. Все карты после 1942 года были стандартизированы по английскому типу. Вот, например, карта Анапы образца 1952 года в новом формате с историческими названиями поселений и лиманов. Акватория Кизелтажского и Витязевского лимана на современных картах даже не наносится. Дублирующие названия все знают Кизелтажский лиман, а там на всякий случай внесено историческое название Кубанский лиман. Станица Анапская, она уже сто лет как не являлась Анапской, но там она нанесена как Анапско-Николаевская. Описанием Кизелтажского лимана проводил участник экспедиции Джеймса Кука, астроном был в его экспедиции, впоследствии на русской службе Биллингс. Во время строительства стелла города воинской славы рабочие наткнулись на крепостную стену. Это доказывает подлинность найденной карты. Она теперь сама как памятник истории, который будет бережно храниться в археологическом музее. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа. Регион.